Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» завершились. Сборная Владивостока показала хороший результат, но уступила победу сборной Китая и заняла второе место. Однако по общему количеству медалей она обошла даже чемпионов соревнования. Эти ребята лучшие. Они сделали то, к чему, наверное, не ожидал от нас никто. Ни организаторы, ни руководители спорта. Даже лично я сомневалась, что ребята с города Владивостока, у нас не самые сильные зимние виды спорта, покажут такие результаты. Сноубордисты, девчонки и мальчишки, которые в командном зачете заняли первое место, дорогого стоит, объехав Сахалин-Камчатку, там, где у ребят есть возможность тренироваться практически полгода. Всего сборная Владивостока взяла 16 медалей. 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Спортсменам удалось завоевать награды в фигурном катании, горнолыжном спорте, сноуборде, хоккей и фиджитал-хоккея. Владивостокская сборная выиграла, я прям смело могу сказать, выиграла у нас в сноуборде. Это и личный зачет у нас, женский зачет, золотая медаль. У нас командный зачет, золотая медаль. У нас мальчишки, конечно же, им было очень сложно, но это вторые и третьи места в индивидуальном зачете. Ну и команда золотая по хоккею второй дивизион, они абсолютные чемпионы в фиджитал-хоккей и в обычном хоккее. Василиса Рудакова взяла золотую и серебряную медали в дисциплине параллельных с лалом, а второе золото завоевала в составе команды сборной Владивостока. Сноуборд с лалом – это вид сноубординга, когда два спортсмена спускаются по параллельным трассам. Побеждает тот, кто прошел дистанцию быстрее, без нарушений правил. После детей Приморья отдохнуть не удалось. Сейчас на горнолыжной базе Василиса борется за победу на первенстве и чемпионате Приморского края по сноуборду. Сноубордами занимаюсь, вот скоро будет уже как 8 лет. На сноуборд мне отвел папа. Сначала хотели отдать на лыжную, а не, а сноуборд, и все. Буря эмоций, все положительные. Очень рад за своих спортсменов, очень рад, что у нас получилось все с организацией, потому что это первые соревнования такого уровня. Все отработало у нас, и техника отработала отлично, и судьи отработали отлично. И я очень рад, что у нас вообще в край такое мероприятие, собственно, состоялось. Новым видом спорта для Владивостока и в целом для страны стал фиджитал-хоккей. Фиджитал-хоккей – настоящий спорт будущего. Фиджитал состоит из двух слов – физикал и диджитал, физический и цифровой. Явление объединяет виды спорта, в которых игроки соревнуются в гибридном формате, сначала показывая свои навыки в цифровой вселенной, а затем и в реальном мире. Таким образом, удается проверить физическую подготовку и диджитал-навыки спортсмена. Команда Владивостока смогла поразить соперников не только на хоккейной коробке, но и в цифровой игре. На играх сборная столицы Дальневосточного федерального округа взяла золото во втором дивизионе. Все призеры, как настоящие олимпийские чемпионы, получат денежные премии от администрации города Владивостока. Эти дети Приморья открыли свои объятия и приняли международные команды. На летних играх состав будет еще сильнее, поэтому владивостокские спортсмены уже готовятся к соревнованиям 2025 года. Диана Иванова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.